МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воды нет, и люди готовы к социальному взрыву. Что делают местные власти, чтобы этого не произошло? Воды у нас нет. В Караганде начался суд над Териком Ахметовым, экс-высокопоставленным чиновником. В Семертау выявлен и задержан банный сутенер, который организовывал досуг охочим до клубнички господам. Почти два года жители поселка Жайрем живут без воды. Возмущенный народ во всем винит госпрограмму Ахбулак, по которой обещали сделать питьевую воду, доступную каждому казахстанцу. Люди отмечают, что после ее реализации остались без капли воды почти половина поселка. В чем же причина и почему местные власти не реагируют на жалобы народа, разбиралась Мирамгуль Салкимбаева. Еще два года назад в поселке Жайрем воду давали по графику – два часа утром и два часа вечером. Но сейчас краны и вовсе пересохли. В режиме тотальной засухи Жайрем живет уже больше года. К единственному на весь поселку водовозу выстраивается огромная очередь. Официально о проблемах с водообеспечением жители Жайрема заговорили еще в 90-х годах. И лишь спустя 20 лет в поселке была принята целевая программа, по которой была предусмотрена реконструкция труб. Однако вместо чистой и качественной воды местный народ довольствуется водой из колодца. «Все беды пришли с того, что рыба откуда гниет? С головы. Вот так и это у нас получается. Жаловаться некому. При Советском Союзе идешь по совету, хоть есть кому жаловаться. Придут, меру принимают. А сейчас вообще невыносимо». Между тем работники компании «Козылжар-Су» признают, что 4 тонны воды на всех не хватает. Так как воду поставляет одна машина, то на раздачу живительной влаги времени в обрез. «Одна машина на весь поселок. Конечно, не хватает времени. Но я выполняю свою работу строго по графику. Стараюсь успевать». Аким же поселка Жарем от комментариев отказалась. Тем временем возмущенный народ говорит, что если им не подключат воду, то они намерены устроить митинг прямо у местной администрации. Марат Такишев, Мирамгуль Салкимбаева, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Судебное заседание по делу экс-премьера Серика Ахметова вновь перенесли. Предварительные слушания о хищениях бюджетных средств бывшим руководством Карагандинской области и областного центра вновь не состоялись. Николай Кровец расскажет подробно. Экс-аким Карагандинской области Серик Ахметов идёт к зданию областного суда. Ему предъявлено обвинение в шести преступлениях по четырём статьям Уголовного кодекса. Его обвиняют в присвоении веренного чужого имущества в особо крупном размере, получении взятки, незаконном участии в предпринимательской деятельности. Кроме того, ему инкриминируются три эпизода по статье «Злобоотребление должностными полномочиями». По версии следствия, материальный ущерб государству в результате незаконных действий Ахметова составляет более миллиарда тенге. Заседание началось с переклички всех участников процесса. На это у суди ушло более получаса. Как выяснилось, на процессе отсутствовал один из адвокатов обвиняемого. Скажите нам, пожалуйста, почему суд отменили? У одного из обвиняемых нет адвоката. А у кого именно? Не помню. Их так много. Кстати, там большинство обвиняемых сидят в зале, кроме шестерых. А скажите, когда спиртседание будет? Завтра в 10. 28. Вероятно, речь идёт об адвокате бывшего заместителя Акима Караганды Айдара Тельгарина, который заявил, что намерен сменить своего защитника. Сегодня, в понедельник утром, сразу после начала заседания, процесс был отложен до 15 часов. Судья удовлетворил ходатайство одного из подсудимых, экзаместителя Акима Караганды Айдара Тельгарина, который решил сменить адвоката. Между тем, подсудимыми по этому делу проходит 21 человек. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении бюджетных средств и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Процесс проходит с участием присяжных заседателей. О каких-то нарушениях во время следствия можете сказать? Вы видели, не были? Они есть, их много, но каждому вовсе в своё время. Всё достается. Всё достается в своё время. Какие нарушения, ничего. Всё будет. С точки зрения защиты, будет решено. В ходе главного решения заседания. Напомним, Серик Ахметов – бывший министр обороны Казахстана. Был премьер-министром, первым вице-премьером. А ещё ранее занимал должность Акима Карагандинской области. 18 ноября 2014 года он был помещен по домашний арест по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Николай Кровец, Жаслан Макулбеков, Арман Нартаев. Первый Карагандинский. В нашей области 90% автодорог ремонтируется с использованием дорожно-строительных материалов местного производства. Об этом сегодня доложили чиновники. На очередном совещании в областном Акимате они отчитались о ходе производимых работ и результатах восстановления дорог после весеннего наводнения. Судя по докладам, последствия паводков доставили в массу хлопот. Тем не менее, на 115 аварийных участках движение уже восстановлено. 27 июля Аким области Нурмухамбет Абдебеков провел аппаратное совещание. Чиновники доложили о текущей ситуации по ремонту и содержанию автомобильных дорог. В текущем году в области будет отремонтировано более 450 километров дорог республиканского, областного и местного значения. По городу Караганде ведется ремонт 14 улиц и 3 участка дорог протяженностью 33 километра. По автомобильным дорогам городов и районов области ведется ремонт протяженностью 15 километров. При этом создано порядка двух тысяч рабочих мест. Особое внимание в этом году уделяется качеству. Поэтому в случае дефектов после сдачи объектов подрядные организации должны будут устранить свои недочеты. В договоры подряда включен пункт о гарантийном периоде в виде банковской гарантии или страхового полиса, оформленных на имя заказчика. «Мы должны закончить ремонтные работы в срок, но в погоне за исполнением этих дат не стоит забывать о качестве. Нужно обязать всех подрядчиков устранять в дальнейшем свои недочеты». Немало трудностей в производимой работе доставляют последствия паводков. На дороге и мосты, пострадавшие от наводнения, требуется много сил и времени. Тем не менее, 115 участков уже открыты для проезда. И еще на трех обеспечен объезд. По итогам совещания Нурмухамбет Абдебеков поручил проконтролировать качество производимых работ и используемых материалов. Айя Мамлина, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Прильмемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Оставайтесь с нами. Галвин. Оконные системы А-класса. Долговечность 60 лет. Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Для тех, кто ценит качество. Официальная церемония вступления Казахстана в ВТО состоялась в Женеве 27 июля. Пакет вступления Казахстана в ВТО презентован Генеральному совету в понедельник 27 июля для принятия со стороны 161 члена ВТО. После этого, как ожидается, Казахстан должен будет ратифицировать протокол о вступлении страны в ВТО до 31 октября 2015 года. Лишь после оповещения должен будет начаться 30-дневный отчет, прежде чем Казахстан станет 162 членом ВТО. Вступление в ВТО – это, безусловно, шаг прогрессивный, но это и большие испытания для нашего производителя. Поэтому здесь очень много вопросов. Кто-то большой пользы от этого не видит. У нас и так был доступ на рынки других стран, а с учетом того, что 90% нашего экспорта является сырьевым товаром, то и вовсе какого-то сильного изменения не ожидается. Что касается рисков, то, скорее всего, степень защищенности отечественного производителя снизится. Пользу отступления нашей страны в ВТО ощутит на себе каждый казахстанец. В этом убеждены в Ассоциации предпринимателей Карагандинской области. По их мнению, отечественным производителям придется подтянуться до уровня стандартов, а это непременно скажется на улучшении качества товаров. Первыми, считают в Ассоциации, пользу от вступления в ВТО ощутят крупные экспортеры. Но постепенно преимуществами членства во всемирной торговой организации смогут воспользоваться и предприятия меньшего калибра. В настоящее время ценой потребителей не привлекете. В первую очередь, вы привлекете к качествам. В связи с этим, конечно, усилится конкуренция в этом отношении. Когда у нас было вступление в таможенный союз, как вы помните, у нас конкуренция была и сейчас есть она с российскими производителями непосредственно. А в данном случае, когда мы вступаем в всемирную торговую организацию, у нас и конкуренция появится с западными производителями. Работая на мировой рынок, предприниматель может забыть о послаблениях, льготах и преференциях. Рынок подразумевает конкурентную борьбу. Все остальное отсутствует. Конечно, Казахстан будет поддерживать своего производителя, особенно сельскохозяйственного. Да и поэтапное вхождение в ВТО даст возможность нашим производителям быстро перестроиться. Не все сотрудники воинских частей соблюдают правила и культуру дорожного движения в Караганде. Только за полгода были зафиксированы семь официальных случаев. Сколько людей в погонах ушли от ответа, на базе регионального командования Астана не сообщили. Но не исключено, что их гораздо больше. Сегодня в здании управления войсками регионального командования Астана много людей в погонах. Сюда они пришли не получать знания для того, чтобы рассмотреть все нарушения сотрудников военных гарнизонов Карагандинской области за первое полугодие. Нужную информацию заносят себе в блокнот и каждый случай рассматривается отдельно. Подобные мероприятия здесь проводятся каждые три месяца. Рассматриваем вопросы, проблемные вопросы, административные нарушения. Сейчас в рамках местничника профилактики дорожного транспорта происшествия у нас сегодня проводится на базе регионального командования проводится круглый стол, беседа. Здесь мы рассматриваем проблемные вопросы. Все проблемные вопросы здесь сообщаются сообща. Ни один сотрудник гарнизона, совершивший дорожно-транспортное происшествие, как на личном, так и военном транспорте, не остаётся без внимания. Например, молодые сотрудники, не соблюдавшие правила и культуру дорожного движения, тоже получают различные штрафы. Конференции с водительским составом, личного автотранспорта, также транспорта военного проводятся у нас на постоянной основе. В данной конференции, в первую очередь, нам привлекают весь личный состав гарнизона, всех воинских частей, учреждений. Только за первое полугодие зафиксировали семь аварий с участием военных, но не исключено, что их гораздо больше. Все участники говорят, что подобные встречи не только важны, но и нужны. Так решать проблемные вопросы гораздо легче. Николай Кровец, Исламбек Аспанов, Арман Артаев, Первый, Карагандинский. Ни одной жертвы на воде. По таким лозунгам, 25 июля на Федоровском водохранилище отдыхающим объяснили и показывали правила поведения на водоемах. По словам сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям, такая мера необходима, так как люди пренебрегают элементарными нормами безопасности. Купаются в нетрезвом виде, оставляют купающихся детей без присмотра. Так, с начала купального сезона в нашей области утонуло 15 человек, из них четверо несовершеннолетних. На сегодняшний день 15 человек утонуло, из них 4 ребенка. Лето, сезон отпусков и начало купального сезона приносит радость только отдыхающим. У сотрудников управления по чрезвычайным ситуациям работа кипит. Все трудятся в усиленном режиме. Вот и сегодня, в субботний день, спасатели совместно с общественниками и молодежью вышли в рейд на Федоровское водохранилище. Здесь в полдень уже очень оживленно. Дети и взрослые даже не предполагают, какие опасности таит в себе вода. Специально для них организаторы акции провели мастер-класс по спасению и оказанию первой медицинской помощи утопающим. К счастью, подопытными были куклы. Люди пренебрегают правилами. Уже жертв на сегодняшний день 15 человек утонуло, из них 4 ребёнка. Задумайтесь просто в эту цифру. Это, я вам так скажу, это не из-за того, что происходит. Это безалаберность людей, это неумение отдыхать в общественных местах. И самый основной момент – это купание в нетрезвом виде. По статистике Управления по чрезвычайным ситуациям, с начала открытия купального сезона в нашей области было спасено 27 человек. Во всех этих случаях люди просто пренебрегали правилами поведения в воде. Купались в запрещенных местах. А ведь в Караганде из 17 водоёмов купаться разрешено только в двух. Это Фёдоровская и вода в Центральном парке культуры и отдыха. Это наши отдыхающие, может быть, и знают, но пренебрегают информацией. Сегодня специально для них организаторы акции дают несколько советов. В нетрезвом виде отдыхающих на воде не входить в воду – это первое. Во-вторых, отдыхающим на воде родителям следить за детьми, не оставлять малолетних детей одних у водоёма без присмотра. Второе – пользоваться спасательными жилетами. Отдыхающие акцию восприняли без особого энтузиазма. Активную любознательность проявляли лишь дети. Тем не менее, организаторы надеются, что граждане задумаются, призывают купающихся быть благоразумными, беречь свою жизнь и, главное, не оставлять детей без присмотра. Аймамрина, Исламбеку, Спан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. В Тимиртау задержан сутенер. В одной из саун города 30-летний мужчина предоставлял девушек лёгкого поведения для клиентов. При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДВД Карагандинской области в одной из саун города Тимиртау был выявлен факт создания притона для занятия проституцией. На момент проведения мероприятия в сауне были задержаны за сводничество арендатор сауны и 18-летняя девушка, предоставляющая интимные услуги. Как сказали в пресс-службе ДВД Карагандинской области, подозреваемый арестован и по данному факту проводится досудебное расследование. На момент проведения мероприятия в сауне был задержан за сводничество арендатор сауны и 18-летняя девушка, предоставляющая интимные услуги. На сегодняшний день подозреваемый арестован и по данному факту проводится досудебное расследование. В Казахстане хотят внедрить трехуровневую систему судов. Она будет способствовать созданию упрощенной, доступной и сбалансированной системы правосудия. Трехуровневая система судов в Казахстане повысит ответственность каждой судебной инстанции. По уже действующей системе судопроизводства имеется пятиуровневая система. Это районные и областные суды и две инстанции в Верховном суде. То есть созданы первые апелляционные, касационные и надзорные инстанции. В связи с вот этими реформами, запланированными Национальной комиссией, имеет место переход к упрощенной системе правосудия трехступенчатой, в которой будут присутствовать районные суды, то есть первая инстанция, областные и приравненные к ним суды, апелляционная инстанция. И, соответственно, касационная инстанция будет осуществлять правосудие в рамках Верховного суда Республики Казахстан. И в завершении еще об одном. Футбольный клуб «Шахтер» одержал очередную победу. 2-0. С таким счетом закончилась игра 22-го тура премьер-лиги с командой «Тарас». 26 июля фанаты карагандинских футболистов буквально разрывали стадион победными криками «Шахтер – чемпион». За жаркими событиями следила Аймамрина. Игра команды «Шахтер» и «Тарас» была жаркой. Первый тайм начался активной и стремительной контратакой футболистов «Шахтера». Это было похоже на сговор – держать контроль над мячом. В составе победителей отличился украинский нападающий Максим Фищук и Роман Муртазаев. Последний, кстати, мечтает вернуть своему клубу былую славу. Я надеюсь, что в этом году мы дальше продолжим также играть, выигрывать. Будем стремиться к тому, чтобы добиваться хороших результатов. Команда готовится, можно сказать, уже и на следующий сезон, чтобы в следующем году укомплектоваться хорошими футболистами и продолжить также играть и добиваться былых успехов, которые были у нас год-два назад. Благодаря этой победе, которая стала второй подряд, футболисты «Шахтера» набрали 18 очков и заняли 10-е место по итогам первого этапа казахстанской премьер-лиги. Игра была очень сложная. Мы знали, что «Тараз» – очень хорошая, сбалансированная команда, которая обладает опытными, хорошими футболистами. Но нам нужно было решать свои задачи. В итоге удалось. Не без проблем, но мы достигли необходимого результата. У «Тараза» осталось 24 балла и девятая строчка в турнирной таблице. Главный тренер футбольного клуба назвал игру с командой «Шахтер» настоящей мужской борьбой. Количество желтых карточек обоим командам бьет рекорды. К тому же футболисты «Тараза» были расстроены предыдущей игрой с «Сертышом». Создали такой момент в конце, не забили и тут же пропустили. Наверное, ребята психологически все-таки не отошли от игры с «Сертышом», где у нас украли мечту, буду откровенно говорить. В любом случае, сейчас будет перерыв, надо ребятам отдохнуть, спокойно переосмыслить. А пока команда из «Тараза» отдыхает и набирается сил, карагандинцы намерены тренироваться еще усиленнее. Ведь впереди еще немало игр. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо, что были с нами. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!